Добрый вечер! Сегодня мы будем делать английскую кухню. Значит, это английский пирог с говядиной. Два года назад мы были в Лондоне, и после посещения дворца королевы и ожидания смены караула мы там страшно замерзли и пошли в ближайший паб, чтобы поесть. Там я, не знаю, что это такое, ткнул пальцем, потому что мне понравилось, что там написано было «Beef and Wine». Меня это, скажем так, соблазнило. На самом деле, получился очень вкусный. Сегодня мы попробуем повторить этот рецепт. Значит, что нам нужно будет? Естественно, говядина, такими кусочками. Потом нам нужен будет лук. Значит, у меня здесь получилось две с половиной маленькие луковки. В общем, примерно столько нужно. Может быть, полторы большие. Три зубчика чеснока, сельдерей. Нам нужны будут грибы такие, желательно поменьше, шампиньоны, бейкон, томаты. Это у нас называется томисаду. Это, в общем, томат концентрированный. Как паста, да? Ну да, как паста. Он не совсем как паста, но пожиже. Теперь, значит, нам нужен будет черный перец, ну соль, естественно. Нам нужно будет, я не знаю, сказал это или нет. Нет, не сказал. Синьян. Значит, нам нужно будет пол-литра, ну примерно пол-литра бульона мясного. И нам нужно будет 150 грамм вина обычного, красного и столько же портфель. Значит, ну и потом еще нам нужно будет вещи для теста, чтобы, значит, сделать пирог сам по себе. Значит, это мы сделаем отдельно. Нам нужна будет мука, масло, соль и вода. То есть, тоже, в общем, не особо это самое. Значит, начнем мы с того, что обжарим мясо. Так, ну сковородку у нас наглял, значит, мы сюда вытаскиваем мясо. И будем его обжаривать. Значит, мы его посолим, поперчим и обжариваем. Дальше, чтобы подаваться. Давайте посмотрим. За кадром. Давай degrees. Все, это работает. Какой взбор. Забор. Песцем. Какой взбор. К, м, к, м. Песцем. И bowl. Песцем. А, вот. значит только обжарить данного готова куча времени было скажу рецепт не быстро не получится так что делается у нас начинать заранее сразу после завтрака если на обед тогда так ну пока мясо там делается мы быстро воспользуемся порежем значит овощи чесночок чеснок чеснок мы порежем первым говорят что чеснок перед готовкой за голову не надо чуть дать ему полежать минут 10 потому что он чего-то там выпускает и становится намного более полезным я так и не понял про что он может выпускать именно порезанный причем жарено значит мы его вынимаем и откладываем до дальнейшего использования так не совсем за я забыл сказать сначала кроме вот эти сидели к другу нужно вычем морковка такая средний морковь что мы тоже много порезли вот так вот подобными месяцев себя стиль так значит нашу сковородку нас сейчас нагреется опять мы значит кинем туда все кроме чеснока уже готова маслица не надо там есть принципе мясо осталось если кого-то покажет что надо давать это так иначе что надо там это зимнее блюдо да потому что сейчас холодно зима хочется горячим когда надо еще будет я уверен что хуже друг говоря в рецепте этого нет партнер тоже не везде добавляется многие добавляют только красное вино но мне показалось что партнер даст сладкий вкус который будет очень хорошо это мы тоже посолим поперчим как это у нас водится и будем посыровать это будет более-менее готова добавить чеснока так у нас прошло где-то минут пять наверное теперь мы снова добавим чеснок чеснок распределим и добавим сюда значит добавим где-то треть этой штуки то есть у нас будет получать 250 грамм 70 ну да чтоб он дал ну да ну то вот что будет теперь мы сюда положим сейчас он немножко не обжарится скажем так расплавится пока мы можем грибочек таким на четыре части так и так он имеет свой стиль резко уменьшаться в размере приготовки особо мелко так теперь мы добавляем сюда две ложки томатного соуса видите он такой такой густой ага так и мешаем это то есть это не паста получается а именно соус такой более он более кислый так и добавим сюда значит по сначала полстакана портейна португальский так и полстакана теперь красного вина любого столового вина красного и теперь значит ждем пока закипит и выпарится алкоголь вино у нас выкипало верни выкипало вино испарился алкоголь на сейчас мы насыпаем загустителя что значит у нас потом был столовая ложечка теперь мы сюда кладем мясо загуститель быстро растворимый в принципе у нас продается в таких пачках я думаю что здесь похоже везде исключено что даже то же самое значит теперь мы сюда кладем мясо перемешаем это все хорошенько и теперь сюда мы зальем это все бульоном мы же бульон закрываем зальем так уж он и закрылся поднять интенсивность и сюда же мы положим порезанные ранее грибы тоже так распределим сведомца хотя в общем-то не принципиально потому что потом все равно смешивается и теперь значит мы дождемся пока закипит до этого мы из бумаги сделаем такой круг бумагу кухня сделаем такой круг с дыркой посередине сейчас когда это закипит мы это все накроем бумагой для духовки не кухонная ну я имею ввиду что для вот сейчас у нас когда закипит мы это накроем бумагой и накроем плюс крышкой и оставим на полтора часа значит пока будет у нас делаться полтора часа мы займемся приготовлением теста вернее тесто и самой формой так у нас это закипело а сейчас мы это кладем накроем прям бумагой прямо так вот впритык то есть чтобы она вошла в контакт и плюс к этому закроем эту крышку трюк трюк и это мы делаем значит на маленьком огне значит на четверочка где-нибудь с половиной и мы это ставим на полтора часа так ну теперь пока у нас там мясо значит прошло уже осталось прошло 20 минут значит мы пока займемся тестом значит для теста нам нужно будет 200 грамм ну для теста как мы думаем для этого количества мяса значит 200 грамм теста муки пшеничной 85 грамм масла сливочного в кубиках таких 50 миллилитров воды и значит соль значит сначала мы что сделаем это мы просеем муку значит через ситечко в мисочку все у нас в мисочке мисочка где мы будем это все дело трясти размешивать так значит ну мы эту муку просеяли значит делается это для того чтобы очистить ее потому что у меня мука чистая тут ничего такого нет как видите да делать чтобы она была более такая пышная пышная значит теперь мы ее посолим размешаем и начнем до класть масла раз масло вот так руками его раздавливать значит должно оно получиться не то что смешаться совсем с мукой а чтобы получить такие как бы сказать очень маленькие крупинки муки в масле так значит пока я мешаю оператор прошел по своему в интернете оказывается по-русски это называется песочное тесто да значит кто кому не очень понятно или хочешь посмотреть как действительно он делается потому что может мы делаем что-то не так вот так нам сказали англичане значит то значит надо посмотреть рецепт песочного теста да только это соленое да песочное тесто да без яйца и без сахара да то есть это именно для таких пирогов мясных и так далее поэтому здесь нет ни сахара ни яичко так у нас уже начинает превращаться что-то такое скажем так песок мне еще не напоминает ну нет почему напоминает то песок такой скажем со стройки песочница вот ну в общем надо его тут так вот пожмакать чтобы нашел уже ну уже начинает так увидеть какой быть сейчас мы это еще доделаем и добавим туда воды воды сколько? 50 миллилитров мы значит размешать надо чтобы масло особо не растворилось чтобы она была еще ну комочками то есть как это ночью должен как песочек быть а теперь мы сюда заливаем эти самые 50 миллилитров воды и начинаем начать мешать чтобы у нас получилось тесто так у нас получился такой шарик значит мы его сейчас оставим на 10 минут чтобы он пришел в себя здесь да? здесь а потом его раскатаем положим еще на ну в общем как будет мясо готово на час почти в холодильник уже раскатаем поставим уже в форму и в форме поставим в холодильник окей ну это вот у нас тесто значит сейчас мы его раскатаем и положим в форму значит нам нужна будет сама форма и нужна будет крышка мы же так прикинули примерно крышка у нас где-то одна треть ну и во-друга значит мы отрежем где-то вот так вот на крышку а остальное ставим значит на саму форму значит я назовем скалку и будем все это дело раскатывать так мы раскатали тесто и теперь вот значит по желательности положим попробуй положить значит сюда значит надо будет так и теперь его надо будет скажем так опуская туда придать ему формы нашей мисочки у нас все в мисочках вот так вот здесь мы присобачиваем к бортам значит как можно плотнее должна быть так ну вот где-то так значит остатки явные остатки мы обрежем и добавим к нашей крышке из оставшегося теста значит памятное что это английский пирог мы вылепим английского льва так очень интересно или портрет королевы я еще пока не решил так это у нас будет крышка пока она такая не ровно потом я все это вот сам значит это у нас сам пирог там у нас мясо значит мы все это заворачиваем это и это заворачиваем в льду и оставляем в холодильнике пока мясо, да, не будет запутать? пока мясо не сделается пока мясо они сделаются минут пятьдесят час крышечку ты уже положил в холодильник крышечку я уже положил в холодильник по прошествии полутора часов еще напоминаю мясо на этой самой на нагне тесто в холодильнике мы на кухне голодные ожидания открываем ситуации тут сейчас мы это снимем бумагу и вот такая штука у нас получилось так теперь нам надо найти все палочки которым соположили семьяничка семьяничка по моему там еще там где было они же вместе были да но не вместе в общем короче надо найти вытащить все в принципе когда будем класть в пирог то ну да то еще раз посмотрим но как красиво а грибочки такие симпатичненькие надо вытащить все палочки так сейчас мы это дело возьмем и мясо скажем так а ты не выключаешь сомна к нет сейчас посмотрим что будет значит и мясо мы сейчас двумя вилками начнем так раздирать на кусочки чтобы поменьше кусочки даже полегра и в общем-то они так не такие большие уж ну это у нас наш пирог будущий значит мы тут разбили одно яичко мы его так крышечка это мы взболтаем это мы потом будем красить все вот и тут у нас мясо но мясо мы тут немножко разломали куски которые были очень большие но сейчас мы будем это дело перекладывать сюда это у нас начинка теперь мы сверху кладем крышку вот так вот чуть притопим вот так вот и здесь значит мы это дело заделаем значит очень важный момент а сейчас мы пока сделаем так вот была плотно крышка к основной массе так значит английская корова не получилось мы сделали это кельтские мотивами значит теперь мы тут взлетим яйцом отдел покрасим чтобы у нас был красивый румяненький будет сейчас у нас нагреется духовка мы туда поставим его на 30 минут духовку нас нагрелась значит на 200 градусов 10 минут мы ставим туда наш пирог на полчаса и до свидания на 200 градусов через полчаса увидимся по прошествии часа полчаса открываем и смотрим результат значит осторожно там горячо вот такой у нас получился пирог сейчас вынем и посмотрим что он из себя представляет красота так значит это мы вытаскиваем пай биф пай здорово так ну после четырех часов почти напряженного труда мы получили в общем-то более-менее ожидаемый результат вот значит это у нас английский пирог с мясом и в красоте с красным вино сейчас мы попробуем надеюсь что будет вкусно значит у нас сегодня рождество католическое мы поздравляем всех католиков и сочувствующих их личностей значит с рождеством фэлит навидат пока пока фэлит 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 фэлит